Субтитры создавал DimaTorzok 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 Таким образом Права конца 13 века Это был такой импульс по кодификации памятников Одно из общих пояснений Был импульс по кодификации Права исторических источников связано именно с деятельностью Альбракта фон Бальдерли в конце 13 века Тут можно увидеть Петра можно посмотреть его первый лист что я делаю фон бардовик помимо этого он кодифицировал хронику любыхскую 1298 корабельное право в 1299 году вот и все это вот те памятники которые сейчас назвал они в рамках копиария большой рукописи латинская частично немецкая в рамках копиария альберта фон бардовика были объединены соответственно усилия по кодификации были и вот здесь смотря на этот кодекс здесь два импульса соединились во первых идей что надо нечто систематизировать под началом альберта и очевидно его так сказать рабочего коллектива потому что это один месяц который с этим как раз и таком и 1094 95 годом и связан по преимуществу а второе что это должна быть парадная репрезентативная рукопись вот в этом смысле с находкой рукописи повезло во всех смыслах при том что она была при том что всем было известно что в юрекце что-то лежит на что надо посмотреть вот и все годами туда любит звали но вот охотников ехать на верхней полке как мы говорили нашлось не так много повезло во всех смыслах повезло в том смысле как оказалось что любик в истории теперь говоря вот переходя к непосредственной теме моего доклада любик в истории немецкой литературы представлен как раз своими правовыми памятниками то есть вот густав карлен и предшествующие исследователи отмечают что роль для этого региона примерно такова же ну конечно трудно сравнивать хочется это возвысить примерно такого же как лютеровский библии и катехизиса то есть нашелся памятник центральный и с другой стороны вот любых справа самое характерное для явление и она распространялся его и радиации великого этого по весе балтийский североморскими частичный североморский регион сейчас я об этом скажу и вот любит свое право своему благодаря своему нормативному характеру нормативному простому систематизированному выделялась и об этом я как раз сейчас скажу несколько ничего вот здесь коллофон альберта фон бардовика благодаря которому кодекс удалось опознать хорошо в том смысле что это вот он и есть вот нет некоторые еще так это оформлены как будто на каком-то листе я остановлюсь и скажу о любыхском праве в целом любыхское право не связано со славянским первый известный фрагмент любыхского права он будет латинский так называемый любыхский фрагмент и он происходит из достаточно еще раннего времени первая половина 13 1224 года датируется первый латинский фрагмент любыхского права и право сначала было латинским вплоть до 1263 года до данцевского или гдальского кодекса включительно самая ранее нижненемецкая редакция это эльбинская рукопись эльбинский кодекс 1270-х годов то есть мы видим что вообще говорят люди кто уже совершенно здесь со славянами не будет связано что исследователи все-таки подчеркивают потому что интересно как в тринадцатом веке когда-то славянских землях с этим дело обстояло каково каково генезис любыхского права в контексте других немецких городов его возводят в частности генри хранки в своей хорошей очень обзорной обобщающей статье работе возводит его в целом любит свое право к кельтскому говорю однако что герриного во многом импровизирует там нет еще с одной стороны там нет еще строгой отрегулированности с другой стороны именно кельн впервые понял по мнению мы столько вправо роль купцов и попытался еще импровизированную эту роль закрепить в любике эта роль была преимущественной поэтому любику предстояло это весь контекст купеческий и все весь спектр связано с этим действий правовых ситуаций возможных актов рационализировать изложить так чтобы это было непонятно и чтобы этим можно было не столько сформулировать сколько рационализировать и систематизировать при этом любит не естественно не прямо искренне получил свое право вестфальский взросл из которого происходили первые немецкие поселенцы любики это были собственно это было собственно довольно ограниченное количество знатных переселенцев из просто которые составили ядро любыхской аристократии просто там по фамилии их исследователи прослеживают это была колонизация любых а из вестфальского взрослая альберт фон бардевик тоже вот фамилия бардевик или пардевик встречается среди этих среди этого ядра зоцких переселенцев поэтому очень интересные вещи получаются так сказать о своей плоти это переселенцы из зоста но правом они пользуются тем который возникнул не прямо у зосте а в кельне и естественно все это было в развитии и поэтому например право кельнская и зоцкая любых ска могут сильно различаться в частности такой вот значимый момент для исследователей это вопрос о том как муж и жена как супруги владеют имуществом в кельне это делилось ровно пополам вот и как каждому соответственно иным образом это было некое более аморфное понятие имелось ввиду что они владеют сообща в качестве но здесь я не буду правого термина пикуна выступать муж в качестве главы за эти исследователи находят определенные различия кельского и зоцкого и тогда любитство а вот уже из любика как нам тоже говорят историки права это переносится эти права и традиция переносится в гамбург и как хорошо где-то было сформулировано соответственно рост будет в этом смысле дедушкой вот рубик отцом а гамбург в этом правовой традиции внуков первое нижненемецкая любых старуха без которой вот эта правовая традиция восходит она обозначается как собственно говоря или никто не видел это протограф это протограф 1200 сейчас я подумаю себе чтобы неправильнее сказать семидесятых да действительно 1000 около 1263 года протограф нижненемецкий любички постулируется которому должны восходить дальнейшие правовые тексты этот протограф содержал 112 статей откуда это известно в конце вот этого тогдашнего протографа должно стоять должна была находиться и находилась статья о сфере действия права о его так сказать в общем значении а в последующих кодексов это стадия была уже преодолена просто то что было когда-то заключением я даже не стал потом высказать на картинках уже в предшествии в рукописи предшествующих этой статья является одной из статьи но вовсе не заключением кодекса в целом и любых сказать право все время растет очень интересно как она растет на протяжении где-то с 1000 действительно 660 63 по 50-е годы тринадцатого века можно наблюдать этот этот прирост статьи причем прирост статьи можно наблюдать просто в буквальном смысле в частности вот бардовик кодекс бардовика содержал исконные 214 статей как его продуктов но рукопись с него переписаны для эдбинга воду больше там в 1295 содержит на 5 статьи больше 219 вот то есть это очень интересно и то что это рукопись датируется 1294 годом это не значит что она в 1294 была совершенно окончена она была окончена в своем основном составе для которого вот было это пригласили этого без цели задействовали и для которого еще до записи текста нарисовали и инициалы вот где именно это большой вопрос может быть даже есть предположение что может быть даже не в любви киа но не то сказать в отделе но имеется может быть приглашенный мастер над этим работа вот это было в 1294 году а дальше кодекс надо было все равно и пополнять и он находился в любви к канцелярии и из-за этого происходит дальнейший прирост статей вот последующие статьи здесь уже стадия двести двадцать пятая статья двести двадцать шестая здесь уже можно видеть что инициалы изменились они начали для начала 14 века по инициалы писец еще последний продолжает эти статьи вот здесь рука меняется это человек который в четырнадцатом веке вел этот кодекс дальше соборный викарий кельных тему то есть альберт фон бардевик умер около 1310 года бургомистром он стал в 1408 то есть не так он долгий был бургомистром и вот созданное им заложенным не то что традиция разработанным это красивая рукопись исключительно богатым оформлением продолжала лежать в любых скей и убедиться чтобы судебная больница уже когда он умер и она продолжала и естественно не могли оставить просто нет не могли не хотели оставить просто так и не имели средств продолжать таким же путем а право тем не менее требовал выполнение и записывал уже дальше хермиф тима это его с более простыми инициалами вот и внесена была уже еще одна рука здесь такой образу не торговли хмелем дополнение латинское было внесено и и хлебная такса тоже вот и здесь вот только мы не знаем кодекс сопровождают его основной части сопровождают назначение для радуши предписания для городского совета созданная на основе грамоты генри хорьба вот это мы не знаем когда записано вполне возможно это еще самое начало четырнадцатого века но таким образом не мы но не мыслилась это на пустом месте записано позднейшая запись не выслилось что это при относится к тексту права по преимуществу то есть кодекс создавал своих 200 214 статьям вот этой записи могло не быть она не обязательно могла принадлежать ее записали уже так сказать ходе дальнейшего творчества городской канцелярии и вот это тот текст первый сохранился еще и в параллельном и более раннем киркском кодексе а вот это вот клятва нового члена городского совета о которой я весной рассказывала ее записали тоже в начале 14 века и неизвестно она только в кодексе бардевика сохранилась неизвестно по какой причине ее записали вот не я не скажу что стал где-то запомнить но видно что она здесь как список вряд ли по этой клятве прямые этот текст был единственным по которому присягали очевидно вот этот кодекс бардевика воспринимали как место куда такие вещи хорошо так сказать хорошо сохранить одно сказать что сам кодекс это редакция права предполагает эту клятву в конце одним нет ее могло бы по идее и не быть просто значительность рукописи привлекла сюда и оказавшийся единственным список клятва члена городского совета возвращаясь к редакции кодекс снабжен двумя регистрами вот этот так называемый стали регистры идет на пустых листах ближе к концу ну так я не буду называть номера листов и и он подходит к заголовкам статьям самого кодекса составила в один из пиццов который началом 14 века датируется явно это рука смотри это еще так сказать вот при жизни лета альберт фон бардевика я не знаю но где-то около того а вот этот второй так называемый новый регистр идет до старого и он записан возможно то есть невозможно где-то может сороковые годы четырнадцатого века соборный векарием хельмихом тема он списан переписан с протографа этой рукописи с кодекса любитской канцелярии который не был так красив но который был основным рабочим вот я сейчас посмотрю сколько у меня времени потому что об этом вот и вот здесь мы видим протограф предполагаемый на кодекса бардевика рабочую рукопись канцелярии в которую на который тоже сначала это редакция любитского права которую издал устав карлен как основную он ее взял в основу своего издания любитского права 51 года и кодексе тоже было сначала 200 214 статей то есть когда очевидность него скорее всего переписывали кодекс текст кодекса бардевика эти два кодекса были фактически параллельно просто возьмем так сказать вот этот и сделаем с него другую ну что то же самое то только покрасили кодекс бардевика вот здесь начинаются вопросы на самом деле конечно не совсем во-первых кельский кодекс начинается предполагаемый протограф он начинается длинным латинским поведением которых кодекс бардевика претендует на систематизацию то есть адрес фон бардевик который и смог без софт снабдить лучшим лучшими красками там золотом это сколько он выдал эти денег очевидно много а грех фон бардевик еще все-таки не только хотел создать красивую рукопись нормативно он хотел создать именно как нормативную смысле систематизации и а вот что интересно все рукописи второй половина 13 века вот вот эта вот группа рукописи начинается одной и той же первой статьей о приданом где она там начнется вот то что было в кодексе бардевика листа 1 то будет и от кельской в этом кельском кодексе дальше на втором месте или на первом версии а потом все идут дальше как полагается а бардевики вместо второй статьи дает 174 вот действительно так то есть захотелось очень систематизировать но и с другой стороны систематизация то есть хочется сказать о чем же состоит систематизация систематизация была относительно условной потому что вместо второй статьи протографа поставили там 170 извините не 4 175 бардевик склад с другой стороны потом эти статьи часто могут почти совпадать потому что не все хочется абсолютно перекраивать и перестраивать даже в рамках абсолютно новый рукописи и есть статьи которые конкорданс есть у карлина смотришь они действительно в каком-то месте вдруг снова совпали но после 214 статьи оба кодекса вот и этот скорее всего протограф хотя там могли учитываться и другие рукописи и бардевики после 214 идут параллельно и до 50-х до 1448 50-го года фактически ведутся уже параллельно вот кодексе бардевика можно заметить несмотря на его очень так сказать единственное уникальное оформление жалко было нарушать кодексе бардевика можно заметить один такой эпизод одну вытертую очевидно соборном векаре хермикам тима потому что там его почерк прослеживается кое-где и очень неплохо здесь вот одну вытертую статью потому что изменилась собственно правовая ситуация и оставлять это так было нельзя интересно что соответственно такая соответствующий статей кельского кодекса такая же правка но бардевикском мы можем видеть даже в это вытертое место и по кельскому этому не могли бы реконструировать а по бардевикскому просто вот пример здесь привожу можно эти слова условно очень удобно можно разобрать этот пример фактически уникальны потому что такую из браться за нее что-то там выскребать дырку как здесь вот она нет ни в ходе странстве рукописи после войны а вовсе еще в четырнадцатом веке было вот так вот протерты выскребать везде дырку конечно бы не стали вот что делали зачеркивали вот в кельском кодексе правка статья которая потом была изъята посмотреть ту же статью кодексе бардевика теми же словами точно также и аккуратно зачеркнули то есть эти кодексы явно существовали параллельно но ведущий в чем здесь хитрость все время оставалось ведущий так сказать маяком оставался время кельская редакция и то что именно по ней издание коррена стена это в общем имеет смысл от кельский кодекс далку 1282 года вот еще пример правки красненько это очевидно из начала четырнадцатого века еще одной правки но и соотношение рукописи любыхского права она уже очень легко когда все это нашлось я подумал что да вот надо стрему составлять и так далее вот слава богу густав карлен уже хорошо поработал вот и здесь можно сказать могу показать пальцем где у нас находится и происходит он вот что это такое что вот здесь указана нас теме точечками обозначена это время сплошного непрерывного записывания существования кодекса что каждый то есть того указание на доме меня это очень порадовало я также чувствовала что этот кодекс велся жил долгое время и вот этот кельский которые ходят с людьми канцелярии вы видели от него предположительно отключковался бардовикский использовался но есть некоторые совпадения с вот неизвестные несвидетельственная рукописью любыхского права где-то 1270 году потому что у кодекса копенгагенского 1294 года и бардовикского созданного одним и тем же песцом есть одно отклонение и довольно значимое которое отличает вот эти два кодекса от кирского но возводит к этой возможно и учтенной вряд ли как целый протограф это надо понимать возможно учтенный неизвестный не дошедший до нас любыхской редакции 1270 году но чтобы обобщить это вот флагман любых скрин традиции кельский кодекс он что он делал он тоже странствовал после войны и он вернулся из армении потому что там нашелся и был передан любых его вот кодекс бардовика вот копенгагенский кодекс создававшийся вот здесь только писец на можно посмотреть насколько влияет вопрос о том парадная рукопись или нет вот копенгагенский кодекс 1294-95 года со своими 219 статей это один из любых скрин кодексов который как повели 200 в 1294 5-м году так сказать и оставили вот эти два продолжали дальше вот и вот переписанный с кодекса бардовика собственно говоря текст кодекса бардовика лёг в основу двух тедомангюстровских кодекса 1348 года кодекса близнецы один здание другой сейчас утрачен может найдется вот тхельных тема их переписывал и кодекс бардовика он не только во второй половине 14 века дал списки он еще раньше был послан в эльбинг как именно бардовикской редакции то есть что-то новое интересное чем нужно было что что было интересно в тех краях вот это и вплоть до 15 века это бардовикская редакция учитывается как такова кодекс который лежит сейчас в ргб вторая половина 15 века он представляет собой список с кодексом бардовика то есть вот эта редакция права не надо думать что она только в одной парадной рукописи так появилась и потом никак не упоренилась конечно же укоренилась хотя вы видели по стреме карлина насколько сложные рыхлые и многосторонние отношения этих рукописей могли быть надеюсь мне это удалось указать спасибо спасибо большое пожалуйста вопросы соображения дат пожалуйста у меня вопрос по поводу последней рукописи из ргб она является действительно списком прямым и там ничего нет никаких чтений которые могли бы свидетельствовать а может быть привлечение еще каких-то списков то есть это просто вот список без каких-либо других влияния сейчас скажу спасибо за вопрос поскольку вторая половина 15 века мне пока надо было разобраться в за его взаимоотношениях или очень сложной паутине 13-14 веков вот поэтому поскольку указано в литературе и я вижу по тексту что это редакция кодекса бардовика я могу хотя бы сказать что именно в таком виде воспроизвели а вот насколько учитывали они другие рукописи это все что в пост традиции у меня лично всегда с предшествующей стадии хорошо вот а с последующей стадии пока до этого руки не дошли соответственно когда-то вот и я думаю что на самом деле не мне тоже распутывать потому что что получилось издание кодекса буду готовить я смысле текста вот а германия нашлись историки права и историки всего что вот можно по своим специальностям которые будут многие вопросы оставшиеся нерешенным здесь развивать и я очень рада потому что например но не историки а права пожалуйста а вот эти продолжение четырнадцатого века они на каких-нибудь дополнительных листах или с самого начала были пустые листы которые в самом кодексе кодекса состоит из 90 сейчас скажу 6 из 96 листов это такой вот сразу изначально шитые тетради и там были пустые листы потому что отмечают исследователи что такие кодексы в принципе были как вот сейчас бывают книги запишите на отдельных листах рассчитаны на прирост и возможно большой в кодексе бардовик и щедро осталось этих пустых листов ноги до такой степени как видимо любятся думали что это будет вечно заполняться на последующих листах они были они все раздлинованы то есть такое впечатление что леновку провели вообще в тот момент как рукописи исполняли об этом надо еще думать кстати там все пустые листы леновки соответственно в том же кодексе и параллельно с основным ключевым этим киевским кодексом рабочим кодексом любит панцелярии я хотела маленького они никаких существований она нигде не когда она нашла собственно говоря я ужаснулся я сказал что он это издавать а потом когда узнал что было в 1839 году издание издание йохана фридриха хаха в котором оно хорошо описано я обладал что было издание вот но оказалось нет значит оказалось что издание это очень старое было 1839 года издание любых стоя юриста хаха хаха йохана фридриха который всю жизнь провел окружение всех этих кодексов и подготовил первое издание любых ского права по выбранным рукописям но оказалось естественно что в наше время абсолютно уже преодолено не расставил он даже там собственно говоря номера листов в своем издании и можно предполагать что там было много достаточно опечатка 19 не нужно опечатка не точности в 19 веке свободнее смотрели на нормализацию или отсутствие нормализации в издании ну то есть рукопись то была известна и более чем известно но они не было никаких средний с тысячи там 945 года вот ну а люди-то заняты были американцами так что это история там более сложная скажем о дополнительных листах когда нормы вписываются в последствии там есть какие-то выходные данные кем принято когда или просто вписывается в нормы листы да спасибо но это не то чтобы дополнительно как вы поняли из того что это шито все было сразу вместе и взято вот так таким блоком они не дополнительные а они вот все того же листы нет записывается просто записывается так как очевидно возникает и принимается прежде всего в тот киевский кодекс а нумеруется нумерация она тоже была там вы видели нумерацию римскую чернинг она была в середине 14 века все тем же хельмаком тима проведена параллельно в киевском кодексе и в кодексе бардерик то есть одна рука это и этот человек никогда себя никак не обозначает как действующее лицо и никогда там не нельзя поэтому понять как собственно говоря это принималось вот они там возникают в одном месте интересно было даже оставлено в одни поздних статьях было оставлено пустое место вот относительно того как они должны а вот так монастырь отпускают а вот потому что видимо эта норма поливалась пожалуйста на последний вопрос ну да это даже не вопрос просто такое дополнение вообще вот эта практика длительного ведения внесения новых правовых норм очень распространена в Германии мне сразу приходит в голову ауксбургское право которое сохранилось вот эта главная рукопись его вели с 1276 года чуть ли не до 18 века и в результате там уже дописывали где только можно и это превратилось уже в такой клубок в результате когда издавали в 19 веке текст ауксбургского права то смогли издать только основной исходный текст а вот эти добавления до сих пор не изданы но это вот задача для будущих поколений потому что там настоящий головоломок и в то же время действительно вот живое памятник живого развития живого права ну то есть это то есть это вещи которые до сих пор еще не все исследованы и тут много чего можно сделать я думаю это даже господсказ у меня а то я стоять могу и долго говорить еще можно прийти еще маленькое соображение слушай раз я думал о Новгороде и вообще для Руси вторая половина 13 века это время изучения интенсивной квалификации церковного права понятно что эти вещи независимы но тем не менее невозможно не заметить что в том же самом 2010-2082 году или сразу вскоре после этого в Новгороде появляется значит Климентовское Кормичье и в них впервые в Кормичью книгу включается «Русская правда» как свод церковного законодательства вообще говоря если вспомнить что при том же Клименте например разводится церковь Никола Налитная в архитектуре в которой отчетливо прослеживаются романские черты связывая как раз в частности если не ошибаюсь с в Германии то в общем очень трудно подумать о каком-то западному здесь влиянии там было там еще была и скрал которые были тоже соответствуют на иллюстрацию смотрю похожие вещи надо отдельно смотреть да спасибо тоже как вы сказали потому что здесь спасибо кто-нибудь хотел бы еще спасибо 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 спасибо